Говорим доброе утро Алине Гонтарь, главе оргкомитета, и Светлане Изуграфовой, члену оргкомитета осенней дебатной школы. Это такое вот интересное название, аббревиатура ОДШ, расшифровывается как осенняя дебатная школа. Сегодня дебютируем, хотела сказать, дебатируем о дебатах. Вот, доброе утро, девушки. Доброе утро. Как просыпаться в такую рань? У меня традиционный вопрос. Несложно. Несложно было. Прохладно, погода порадовала. А, погода порадовала, проснулись от того, что холодно. Отопления еще нет, окна раскрыты, по старой памяти лета все-таки было. Хорошо, давайте разговаривать о том событии, которое будет происходить с 30 сентября по 1 октября. Это осенняя дебатная школа. Что это такое? Давайте разжуем подробнее, зрители немногие знают. Одесское отделение дебатов, федерации дебатов Украины, то есть Одесса Дебейт Юнион, совместно с Дебейт Фор Ченджес и Импак Хаб Одесса мы организовываем осеннюю дебатную школу. Пройдет она 7-8 октября. И мы приглашаем на самом деле всех желающих, то есть не только тех, кто хочет познакомиться с дебатами, а это мероприятие для тех, кто хочет научиться быть убедительным, кто хочет конструктивно подавать свою мысль и чтобы просто его слышали, доносить свою идею. Что такое вообще дебатная школа? Чему там обучают? Выливать, плескать водой в лицо оппоненту? Это Владимир Вольфович. Это старая школа, классика. Old school. Что такое, да, действительно? Что такое дебаты? Это специальная школа, там проходят тренинги от лучших тренеров в дебатах, учат новеньких и помогают опытным набраться больших знаний, как дебатировать. Если мы говорим про новичков, то им мы объясняем, как строить аргумент, как делать свою речь структурированной и убедительной. Если мы говорим про опытных, то им читаются тренинги на общие знания, которые могут помочь в дебатах. Например, психология жертвы и преступника. А кто вообще приходит в эту школу, кому необходимы навыки, умения ведения дебатов? Мне кажется, что навыки ведения дебатов — это такая не совсем узкая специальность, которая может помочь только в игре. Дебаты, они сами по себе, несмотря на то, что это игра, они для всех. То есть туда приходят как школьники, так и студенты, так, возможно, и другие люди, которым это интересно, которые хотят развиваться. То есть все, кто угодно. И на школе, как уже сказала Света, мы обучаем техники и аргументации, и публичных выступлений. И также общие темы, потому что, допустим, узнать о технологиях, узнать больше про экономику и какие-то специфики — это интересно для всех. Я просто услышала, что приходят и новички, и опытные участники дебатов. Вот где они набираются этого опыта? Где они его применяют? У нас есть в дебатах определенные временные рамки. С момента первого турнира, если проходит год, ты считаешься официально опытным дебатером. Ты можешь идти в трек опытных. На нашей школе будет два трека. Трек для новичков — тех, кто только знакомится с дебатами или первый раз пришел вообще. И трек опытных, тех, кто уже больше года в дебатах. А как вообще проверяют навыки дебатов? То есть задается какая-то тема, и люди по ней дискутируют, ну, дискутируют в ней? Правильно? Или как это все происходит? Расскажите нам, людям, которые вообще не имеют представления. А о чем? Как происходит сама вообще игра? Дебаты — это командная игра. То есть нам необходимо четыре команды, и в каждой команде по два человека. У нас есть определенная тема, на которую мы будем говорить. Есть две стороны. Две стороны — правительство и оппозиция. То есть за и против. Такая мафия. Вот. Это нужно для того, чтобы смотреть на тему с различных сторон, чтобы видеть как плюсы, так и минусы одной и второй позиции. И вот в соответствии с заданной темой ребята придумывают свою позицию. Они ее потом аргументированно рассказывают, приводят примеры различные, там, из истории и так далее. И у нас есть судья, который это все слушает, записывает. Он также обучен, то есть это уже профессиональные дебатеры, у которых большой опыт. И в конце они дают свое конструктивное решение, и от этого распределяются места. То есть оценивает все условно судья. Тот, кто уже не первую собаку на этом съел. Тот, кто знает, как лучше построить свою речь и может дать обратную связь игрокам. То есть тот, кто дебатировал, дебатировал, да вы дебатировал. Вот так вот. А что получает победитель? Если мы говорим про турнир, на турнирах победители получают призы от партнеров, и кубки, и медали. И удостоверение. Опытный дебатер. Мультипаспорт дебатер. Задебатирую в любой организации. Хорошо. То есть, ну, все-таки, вот, я сказал, что 30 сентября, 1 октября, вы говорите о 7-8 октября. Это просто не совсем корректная информация? Или это два разных события? Нет, это одно событие. Осенняя дебатная школа. И проходить она будет, наши даты, это 7-8 октября, конкретно по месту проведения. Сейчас это находится еще в процессе обсуждения. То есть, где будет проходить. То есть, 7-8 октября, на самом деле, не 30 сентября, а 7-8 октября. Место проведения пока уточняется. Еще есть время. И, кстати, где можно отслеживать эту информацию, где можно узнать об этом. Чтобы узнать подробнее, следить за нашими новостями, у нас есть мероприятие в Фейсбуке, называется Дебейт Скул. И там можно найти ответы на все необходимые вопросы. То есть, вас можно найти в социальной сети, в Фейсбук, Осенняя дебатная школа, Федерация дебатов, да, и там смотреть все эти моменты. Скажите, а я так понимаю, что вас же можно назвать опытными дебатерами, правильно? Вы наблюдали когда-либо за, допустим, каким-то ток-шоу, где участвуют, например, наши политики? В принципе, это не искусственно созданная модель, где есть оппозиция, есть правительство. А вот по-настоящему, когда все происходит, вы даете какую-то оценку тому, насколько профессионально происходят дебаты? Регулярно наши дебатеры смотрят и выборы в разных странах, президентов, и у нас это тоже обсуждаемо. У нас есть просто чаты, в которых мы общаемся и даем свое мнение. И, конечно, мы смотрим... Троллите дебатеров. Конечно. И, конечно, мы смотрим разные публичные выступления известных людей и смотрим, какие приемы мы можем взять, да, например, как ставить, в каких жестах ставить руки, как стоять, как работать с публикой, как строить свою речь и постоянное сравнивание. А есть какая-то личность эталонная? Я говорю не об Украине, а, в принципе, вот, может быть, кто-то из мировых политиков. Жириновский. Ну, на самом деле, сейчас многие известные актеры, телеведущие, они раньше занимались дебатами, которые, ну, то есть, известны, вот, допустим, тот же Брэд Питт, Опра, Уинфри, все они занимались когда-то дебатами, играли. А, играли. Играли, да. То есть, сейчас мы, на самом деле, подходим к моменту, что эта игра зародилась еще в Кембридже и Оксфорде в 19-м столетии, да? То есть, это правда? Это оттуда пошло все? Действительно. Дебаты зародились в двух лучших университетах мира на то время. Социальных сетей тогда не было, соответственно. В 19-м столетики тогда... Марк Цукерберг еще не родился. Цукерберг еще не родился, да. И они соревновались между собой, пытаясь занять лидирующую позицию. Тогда это происходило, ну, в меньшем масштабе, было меньше людей, были чуть-чуть другие правила. Но действительно все произошло именно из Оксфорда и Кембриджа. Классика там. Хорошо. Каждый вот дебатер, наверное, немножечко психолог, потому что вы говорите о жестах, как себя держать. То есть, если сесть вот так, закрыться, да, то есть, эти основы психологии какие-то, или как это правильно назвать, как вот человеку дать понять, что он что-то не то делает. То есть, вы это говорите во время этого обучения, вы рассказываете, именно расставляете все точки над «и» во время практики, не знаю, как это сделать. Да, на наших школах, на тренингах по публичным выступлениям мы учим более, как подать информацию и какую информацию подавать. Наши тренера обучают, у нас проходят тренинги на то, как работать с публикой, куда должен быть взгляд, как стоять. Как работать с публикой. Нет, ну, я понял. То есть, в принципе, человек, если он что-то не так делает, он сразу же получит фидбэк, как говорится, да, и его направят в нужное русло, именно поэтому нужна эта школа одесская, осенняя дебатная школа. А участие платное, бесплатное, как туда попасть? Участие в школе платное, так как оргвзнос составляет на данный момент 190 гривен, и он покрывает обеды для участников, кофебрейки, раздаточные материалы, так как мы готовим очень много сюрпризов для участников, интересные блокноты, наклейки, и вот оргвзнос покрывает именно эти расходы. Если я со своим обедом приду, мне нужно меньше заплатить? Пытаюсь пошутить. Но еще хотим уточнить, что эта сумма будет подниматься, поэтому... Я еще и завтрак с собой возьму. Поэтому для тех, кто действительно хочет принять участие, он может зарегистрироваться уже сейчас в мероприятии, как я говорила, дебейт-скул, и оплатить этот оргвзнос, так как после 23-го сумма станет выше, и потом... То есть уже после завтрашнего дня? Да. Итак, подводим итоги. Можно найти в социальных сетях Debate School, да? Там можно узнать всю интересующую информацию по поводу осенней дебатной школы. Там же можно зарегистрироваться, и что немаловажно, если у вас есть желание все-таки поучаствовать, принять участие в этих уроках, в этих заседаниях школы, так скажем, можете уже оплатить этот оргвзнос в размере 190 гривен, потому что с завтрашнего дня уже немножечко поднимается стоимость. Но в принципе, на самом деле, не такие большие деньги. Для того, чтобы получить нужный опыт. Для того, чтобы, если вы сомневаетесь в своих силах, то немножечко себя поднять на другой уровень. Итак, подводим итоги. 7-8 октября заседание осенней дебатной школы. Будет происходить место, пока еще определяется. Об этом таки можно узнать в социальной сети Facebook, на страницах, собственно, дебатной школы. Ну и хочу сказать спасибо нашим гостям, Алине Гонтарь, главе оргкомитета, и Светлане Изуграфовой, члену оргкомитета осенней дебатной школы. Девушки, спасибо большое. Я уверен, что все получится. Тем более, что это уже не первый раз происходит. И наверняка у вас уже большой опыт и огромное количество тех людей, которые получили эти самые важные знания. Спасибо, до встречи в эфире «Утро на седьмом».